Добрый день, уважаемые коллеги! В нашей повестке дня обсуждение мер по обеспечению устойчивости экономического и социального развития регионов – тема очень важная, многоплановая, тем более в нынешних условиях, понимаете, что я имею в виду. В этой ситуации всем необходимо действовать слаженно, оперативно, работать на опережение, в том числе и, конечно, в регионах, не ждать особых указаний сверху, хотя координировать работу нужно, и я об этом ещё скажу. Тем более, что у регионов, у многих, во всяком случае, есть очень хороший, наработанный уже опыт, работают даже в сложных условиях прежних лет. Сейчас этот опыт крайне востребован и весьма ценен. Поэтому в нашем сегодняшнем заседании принимают участие не только члены Президиума, но и руководители субъекта Федерации, члены так называемой консультативной комиссии Госсовета. Мы с вами договаривались о том, что будем собираться в таком более широком составе. Вы знаете, что правительство уже приступило к реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы, рассчитанной на текущий год. Субъекты Федерации тоже разрабатывают, надеюсь, уже и разработали соответствующие планы. Обозначенные в них методы, меры, направления, прежде всего, на сглаживание первоочередных рисков, крайне важны и рассчитывают, что они принесут нужный эффект. Но одновременно мы должны сегодня поговорить и о перспективах развития, посмотреть, заглянуть в среднесрочную перспективу. И, конечно, всегда должны думать о том, как решать долгосрочные системные вопросы. Крайне важно, чтобы в каждом регионе глубоко и тщательно, предельно открыто были оценены ресурсы, возможности, чтобы были четко определены приоритетные направления развития внутренней резервы. Были проработаны, как я уже сказал, эффективные механизмы использования этих резервов. Считаю, что Комиссия по экономическому развитию и интеграции, которой руководит в правительстве Игорь Иванович Шувалов, должна вплотную взаимодействовать с субъектами Федерации, хорошо знать ситуацию на местах и координировать реализацию антикризисных мер. Кроме того, необходимо включать в состав упомянутые мной только что комиссии и представителей губернаторского корпуса. Сейчас один из самых острых вопросов – это ситуация в финансовой сфере, включая бюджеты регионов. Многие из них, мы знаем об этом хорошо, обременены кредитами, займами, включая кредиты коммерческих банков. Понятно, что брали их в другое время в других финансово-экономических условиях и рассчитывали на другую работу, понятно. Сегодня получается, что на обслуживание кредитов, во всяком случае, часто так получается, на обслуживание кредитов нужно всё больше средств, которые отвлекаются от инвестирования, от решения задач развития. Добавлю, что государство выступает, к сожалению, конкурентом бизнеса реального сектора экономики, промышленности и АПК на кредитном рынке. А он и так требует особого внимания и поддержки. Сейчас разрабатываются меры по замещению рыночных заимствований регионам кредитами из федерального бюджета с одновременным снижением платы за пользование ими. И здесь, на нашем заседании, нужно оценить, насколько эффективна процедура выдачи таких кредитов и какие дополнительные меры следует предпринять, чтобы сократить долговую нагрузку бюджетов субъектов Российской Федерации. Предлагаю также проанализировать, что планируют сделать сами регионы для расшивки этой ситуации. Один из ключевых вопросов – это повышение эффективности межбюджетного субсидирования. Такое поручение правительству дано. Речь идёт о формировании механизма софинансирования расходов регионов и муниципалитетов на основе консолидации межбюджетных субсидий, а также об исключении нарушений сроков распределения субсидий и их доведения до территории. Мы знаем, как порой это происходит, как порой бывает. Решения приняты, но ещё долго остаются на бумаге из-за бюрократических проволочек и низкой исполнительской культуры федеральных ведомств. В итоге необходимые регионам средства приходят с большой задержкой, хотя в отчётах органах исполнительной власти всё вроде бы как и хорошо. Хотел бы также обратить Ваше внимание на повышение эффективности бюджетных расходов. Сразу скажу, что их механическое сокращение, а где-то действительно нужно что-то оптимизировать, это очевидный факт, но механическое сокращение – самый простой, но порой недопустимый подход. При этом на первый план выходит принцип рачительного, конечно, адресного использования бюджетных средств. В том числе это значит, что эти ресурсы должны направляться на социальную защиту тех граждан, которые действительно нуждаются в нашей поддержке. об этом мы говорим много лет, но системного, ясного решения этого чувствительного и очень важного вопроса для граждан страны пока нет. А такое решение необходимо. Просило бы сегодня ещё раз обсудить эту проблему, чтобы в результате выйти на конкретную работающую модель. Мы много раз, много-много раз говорили, бессмысленно размазывать тонким слоем по всему пирогу. Нам нужно оказывать помощь именно нуждающимся тем людям, которым без поддержки государства действительно тяжело. Ещё раз подчеркну, вопросы финансового обеспечения регионов – это одни из самых важных, но и сложных вопросов сегодня. В бюджетной политике практически каждого региона есть немало неиспользованных резервов. Это и точный выбор приоритетов, особенно сейчас, когда надо учитывать весь комплекс непростых обстоятельств. Это достижение максимальной отдачи от всех проектов, которые реализуются на территории. Это, конечно, и бережное отношение к ресурсам, борьба с неэффективными издержками и неэффективными тратами. И, наконец, это взвешенный, аккуратный хозяйский подход к решению задач. Ну и, разумеется, уважаемые коллеги, об этом я всё время говорю и хочу сегодня ещё раз это подчеркнуть. Нужно, безусловно, при определении приоритетов, о которых я сказал, максимально прозрачно принимать решения, быть в постоянном контакте с вашими законодательными собраниями, с политическими партиями, с общественными организациями и просто с гражданами. Давайте начнём работу. Спасибо. Спасибо.